Можно. Я недавно узнала, что батюшка, наставник, получается, в храме, куда мы ходим, он развёлся. Сейчас у нас другой наставник. И, получается, я ходила на исповедь к одному и тому же священнику. Мне продолжать к нему ходить? Или кто у нас наставник сейчас к нему ходить на исповедь? Может, я неправильный вопрос задала? Что-то ничего не понял даже. Кто тут есть мужчина? Пусть это переведёт. Она ходила к батюшке. Так, давай, говори. К батюшке, которому ходила, он развёлся с женой. Она к нему ходила на исповедь только. Можно ли ей ходить к другому священнику, который сейчас заменяет его? Да и надо на месте смотреть. Так никак. Это не пешки на доске. Если всё время к одному ходила, то какая нужна переходить к другому? И что-то там умерли, и что-то. Пока он не отлучён, сан не снятый, выносить приговор каждому это не дано. Надо на месте всё узнать. Данных совершенно никаких. А только физически видели, вот что-то было. Вот если бы было рядом, я бы не посоветовал. Потому что вы получали всё, что нужно было получать. Посмотрите там хорошенько на месте. Поговорите, посудите, порассуждайте. Может, второй священник там есть. Менять отца, он не такой. А какой он отец? Мать не меняют, отца не меняют. Даже по-плоцки нет, а это в духовном плане. Как правило, если переходит к другому, надо заново всю исповедь, начиная с молодых ногтей. Не каждый пойдёт на это. Я уже прощён. Но это врач новый, домашний врач. А теперь другой. Ему надо сказать, чем ты болел. Может, и без этого. Если опытный врач, всё равно он догадается, что ты, кто ты. Вот так. Так, вопросов больше нет? Спаси Христа, создатель. Да, слава Христу. Не торопитесь. Если уйдёте, случись что, будете не на своём месте. И на старое не вернёшься, и на новое не подойдёт. А тут уже друг друга знаете. Держитесь, что есть, и молитесь. Кротко себя ведите. А остальное Господь усмотрит. С Богом!